СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Обострение Обладатель двух светочей Когда пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, отправился на сражение при Бадре, тяжело заболела его дочь, жена Усмана ибн Афана, Рукья, да будет доволен имя Аллах. Поэтому Усман, да будет доволен им Аллах, не смог принять участие в битве, он остался в Медине, заботиться о жене. Рукья, да будет доволен ею Аллах, скончалась до возвращения пророка, мир ему и благословение Всевышнего. Через некоторое время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женил Усмана, да будет доволен им Аллах, на своей второй дочери, Умму Кульсум, да будет доволен ею Аллах. В этой связи Усмана прозвали Зин-Нурейн, что означает «обладатель двух светочей». По истечении некоторого времени после событий при Бадре, Умайр ибн Уахб встретился с меканским язычником Сафуан ибн Умайей, чтобы обсудить свое намерение убить пророка. Оба договорились не рассказывать о своих планах никому. Через несколько дней Умайр прибыл в Медину с мечом, пропитанным ядом, и направился к посланнику Аллаха, милости ему и благословения Всевышнего. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, при встрече с Умайром сообщил ему о том, с какими намерениями тот явился, а также рассказал о тайном убийственном заговоре. Умайр не ожидал услышать всего этого. Поняв силу и мощь Аллаха, Умайр принимает ислам. Нарушение договора Враждебность племени Кайнука к мусульманам приняла открытую форму. Все действия этих иудеев Медины были направлены на то, чтобы внести раздор и разногласия в рядах мусульман. Подобные провокации значительно увеличились после битвы при Бадре. Несмотря на это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял терпение по отношению к такому произволу. В итоге иудеи племени Кайнука первыми нарушают условия договора с мусульманами, затеяв драку на своем рынке. В этом конфликте погибают по одному мусульманину и иудею. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, немедленно собирает воинов и окружает квартал иудеев Бану Кайнука. Осада длится 15 дней. После чего они вынуждены покидают Медину и переселяются на северные территории. Все эти события произошли через месяц после окончания битвы при Бадре. Поход Савика. Через месяц после событий с Бану Кайнука на окраины Медины прибывают 200 всадников. Руководил этим войском Абу-Суфьян, который намеревался отомстить мусульманам за поражение при Бадре и таким образом вернуть своему племени честь и достоинство. Не решив напасть на сам город, воины язычников совершают разбойное нападение на пригород Медины, местность Урайт, где сжигают финиковые пальмы, убивают двух человек и поспешно бегут назад. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, с войском бросился преследовать их, однако курейшитам удается оторваться от преследования. Поход Аль-Карда. В месяц Джумада Аль-Ахира, третьего года хиджры, курейшиты начали готовить к отправке очередной торговый караван в Сирию. В целях обезопасить караван принимается решение пойти не по старому маршруту вдоль берега, а по-новому, объехать Медину с востока и направиться в Сирию через Ирак. Узнав об этом, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, снарядил 300 всадников, во главе которых поставил Зайда Бин-Харису и отправил захватить караван многобожников. Целью захвата караванов курейшитов заключалось в возвращении имущества переселившихся из Медины мусульман, которые многобожники распродавали. Зайд со своими воинами неожиданно напал на караван язычников, расположившийся в местечке Аль-Карда. В результате весь караван был захвачен мусульманами. Аль-Карда – место с источником воды для отдыха караванов, расположенное на востоке от Медины. Охрана каравана бежала, не оказав никакого сопротивления. Стоимость захваченного имущества составила 100 тысяч дирхемов. Для меканцев это был очередной тяжкий удар, нанесенный мусульманами после сражения при Бадре. А беспокоенность и озабоченность в стане многобожников усилились. Теперь для них оставалось только два пути – либо отказаться от своего высокомерия и заносчивости и пойти на примирение с мусульманами, либо начать широкомасштабную войну, чтобы лишить какого бы то ни было влияния мусульман. Меканцы выбрали второй путь и с еще большим упорством стали стремиться к отомщению и готовятся к крупному сражению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok